Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему противопоставления женской сильной независимости с женской сексуальностью, чего на мой взгляд происходить не должно. Это на самом деле очень большая проблема не только для женщин, но и для мужчин в том числе и в принципе для всего мира. Я от чистого сердца верю, что идеалы, которые Голливуд пытается последнее время продвигать, они не только неправильные, не только некорректные, они деструктивные для общества, в котором мы живем. Они активно делают человеческий социум хуже своим существованиям. Потому что когда режиссер крупного голливудского релиза прямым текстом в статье говорит, что для того, чтобы придать современному женскому персонажу силы и независимости, ему нужно максимально вплоть до нуля срезать сексуальность, какой именно посыл это передает в народ? Что именно должны думать на эти слова маленькие девочки или, не знаю, среднего возраста девочки или, может быть, даже девушки уже к этому моменту? Как именно они должны видеть себя вот в этом мире, где подобные понятия царствуют? К какому именно образу сильной женщины они таким образом должны стремиться? Не к тому, который делает смысл у меня в голове и у вас в голове, скорее всего, тоже. Явно не Джинни Карана, потому что как только в Голливуде появляется кто-то вроде Джины Карана, которая умудряется быть сильной и независимой, и при этом еще невероятно горячей, ее моментально пытаются спрятать в чулан под лестницей. Боже упаси, если кто-то в этой индустрии попытается нарушить статус-кво. Свежие новости для тех, кто не следил за кинотрендами. Космический Джем 2 существует и готовится к выходу на большие экраны во ближайшее время. Потому что ничего в этой индустрии не свято, и нельзя просто оставить хорошую вещь, спокойно лежать на полке и ничего с ней не делать и не трогать. Ну, как обычно, я думаю, что вы все уже к этому моменту привыкли. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, так это на то, что переосмысление предоставит нам хотя бы что-то хорошее. Изредка бывает и так, что мы даже остаемся довольны. Звездой шоу в этот раз будет Леброн Джеймс, который, наверное, крутой по понятиям тех, кто разбирается. Я, если честно, в баскетболе мало шарю. Знаю только то, что в него можно играть с астмой, это делал мой бывший однокурсник и, в принципе, не парился. И у нас есть первые материалы по эксклюзиву от Entertainment Weekly. Естественно, там будут трехмерные персонажи Warner Bros. Looney Tunes, потому что куда же без трехмерных персонажей в современном фильме, который совмещает мультипликацию с лайв-экшеном, по-другому мы просто не умеем. У нас есть трехмерная птичка Твити, у нас есть трехмерная кролик Лола, знаменитый первый краш подрастающего поколения из поздних девяностых, ранних нулевых, наряду с гаечкой какой-нибудь. У нас есть еще несколько фоток сета, непосредственно со съемки. Ну а что самое главное, у нас есть промо-постер, который вызвал у людей наибольшее количество вопросов. Если вы замечали, что Лола кролик верусилась в Твиттере где-то часов 12 назад, то ответ прямо сейчас на ваших экранах. Давайте сразу проясним ключевой момент. Я ничего не имею против художественных редизайнов как таковых. Почему? Потому что все художники друг от друга отличаются. У них у всех свои понятия и свои видения персонажей. Жаловаться на то, что внешность персонажа меняется от фильма к фильму, особенно когда между ними такая большая годовая разница, это все равно жаловаться на то, что внешность супергероя меняется от одного ряда выпусков к другому. Почему тут у Человека-паука такой костюм, а та у него костюм другой? Они оба, скорее всего, будут преследовать одни и те же базовые каноны, но отличаться по каким-то своим деталям. И в данном случае снижение размера груди, увеличение размера задницы антропоморфного кролика, я думаю, вполне себе справедливо будет записать в такие вот параметры. Само по себе это неплохо. Попробуйте взглянуть вот хотя бы на этот скриншот, где она трехмерная, а не двухмерная, в отрыве от контекста. Просто вот как оно выглядит эстетически, на ваш взгляд. На мой выглядит вполне себе неплохо. Лучше, конечно, было бы посмотреть в движении, я надеюсь, что трейлер мы увидим уже в скором времени. Но, опять же, если бы я впервые в жизни услышал про Space Jam и увидел этот скриншот, то у меня бы не возникло никаких ревотных порывов. Трехмерная моделька вполне себе хорошо вписывается в общую композицию. Она не выглядит какой-то из ряда вон выпирающей. Она выглядит как не совсем часть этого фрейма, да не совсем часть мира, в котором живет Леброн Джеймс. Но она, тем не менее, достаточно хорошо стилизована, симпатична и, в принципе, все здорово. Я бы даже сказал, что как чисто мультяшный дизайн, она довольно милая. У нее хорошая цветовая гамма, сохраненная с оригинальных прототипов, румянецей довольно-таки сильно идет. Глаза выглядят естественно. Давайте мы не будем вспоминать первоначальную версию трехмерного Соника, если вы не будете против. Интересно, кстати говоря, повторится ли история здесь с недовольством фанатов. Я думаю, что по этой конкретной тематике, скорее всего, не получится повторить. Сам по себе редизайн нормальный, но проблема, как ни странно, не в редизайне. Проблема в намерениях, в мотивации, которая за этим редизайном стоит. И вот мотивация, на мой взгляд, она не просто неправильная, она отвратительная. Она активно делает общество, в котором мы с вами живем, хуже. Активнее всего в интернете сейчас вирусится вот это вот сравнение, которое, давайте сразу обозначим, не совсем корректное. Потому что слева не скриншот из оригинального фильма 96-го года, это фан-арт. На самом деле, Лола Кролик тогда выглядела немножко по-другому, если вы понимаете о чем. И вот, у нас есть настоящий скриншот из фильма, где у нее определенно все еще есть колени, у нее все еще есть явные, ярко выраженные женские очертания. Но грудь у нее заметно меньше, чем на том скриншоте, который нам предоставляют в сравнении. Да, то есть это не совсем правильно. Справа, с другой стороны, у нас есть вырезка из настоящего постера, который я вам уже показал. Ну, прежде всего, он мне намекает на то, что двухмерные версии персонажей в фильме все-таки будут. Насколько я понял по синопсису, и они попадают в мир Леброн Джеймса, и Леброн Джеймс попадает в их мир в какой-то момент. Я надеюсь, что второго будет больше, чем первого, но тут уж как получится, не суть. Как вы можете заметить по вот этому сравнению, не совсем корректному, но все-таки более-менее передающему суть, редизайн оказался радикальным. Помимо того, что у нее не просто меньше, а полностью убрали грудь, ей также еще расширили задницу, хорошие изменения, кстати говоря, ничего против не имею. У нее полностью убрали колени, также уменьшили ноги по длине, и получился у нас дизайн более походящий на традиционное понимание антропоморфного кролика, приближенный больше к кролику, нежели к человеческой женщине, скажем так. Причем вот это вот выражение лица, которое ей дали новое, примерно с той же мотивацией, я даже не знаю, она перестала быть похожа на кролика Лолу, она стала похожа на ту белку. Помните, такая серая белка была, которая еще бомбами кидалась или типа того? Ее еще крутили в этих самых озорных анимашках, в аниманьяках, она там была периодически появляющимся персонажем. Какая-то белка, это еще точно искусство белка, я забыл, как ее звали, она еще шляпку такую зеленую носила, вы понимаете о чем я. Напомните в комментариях, пожалуйста, как эту белку звали, потому что мне будет лень гуглить. А заодно, кстати говоря, на кнопку подписки с колокольчиком тоже нажмите. Если вы досмотрели до этого момента, то скорее всего вам нравится, как и о чем я говорю, поэтому почему бы, так сказать, не проявить свою симпатию действием, было бы здорово. Такое гиперболизированное сопоставление, конечно, моментально вызвало кучу споров, но люди в большинстве своем не очень понимают, чем именно они недовольны. Они недовольны тем, что эти отвратительные люди сделали с их любимой девочкой, с крашем их детства. А Лола Кролик, она была крашем детства для многих, не для меня, я вам точно могу сказать. Моим крашем детства была, по-моему, первым была Кейт Арчер из второго нового Unleafs 4v2. Не из первого, не из первого, окей? Наверное, в этот момент мне нужно сказать, окей, наверное, в этот момент мне нужно сказать, что я ничего не имею против фурей как таковых. Я, в принципе, выступаю за то, чтобы люди не стеснялись своей сексуальности, чтобы они более открыто ее проявляли. Это вообще большая проблема для общества, в котором даже такие банальные вещи, как женская грудь, до сих пор криминализированы консерваторами или... Даже не консерваторами, я не знаю кем. Вроде как у власти потихоньку все более и более прогрессивные люди начинают становиться, но вот в этом конкретном плане почему-то никто особо не старается делать шаги вперед. Я надеюсь, что ситуация все-таки изменится хотя бы на моем веку, не обязательно в ближайшее время, но в принципе. Мне же не стоит вам напоминать про то, что подавление собственных интересов и предпочтений ведет к комплексам, ведет к накоплению, а потом очень агрессивному довольно часто выбросу, который уже точно ничем хорошим не заканчивается. Ну, сами понимаете. Я считаю, что об этих вещах нужно говорить в открытую. Если вы открывали в Твиттере мою вкладку с тем, что я лайкаю, то вы понимаете, что я действительно имею это в виду. Люди говорят, нет, 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 боже мой, вспоминают о том, что в 2011 году редизайн у Лолы Кролика тоже был, в мультсериале, который тогда выходил, кстати говоря, довольно симпатичный редизайн. Учитывая то, чем тот мультсериал пытался быть, эта внешность ей более чем подходит. По ней все еще понятно, что это девочка, потому что у нее есть характерные женские признаки, которые на это моментально намекают, но при этом по ее выражению лица, по ее голосу, по манере поведения моментально понятно, что она за персонаж и чем она дышит по жизни. И она же больше скажу, я совершенно не удивлюсь и буду только рад, если то же самое можно будет сказать про новую Лолу в Space Jam 2. Вполне возможно, что она тоже будет довольно живенькой, симпатичной, приятной, по характеру и многие другие положительные эпитеты абсолютно ничего против этого не имеют. Так в чем же тогда проблема? Почему современное поколение все больше и больше тянется в сторону какого-нибудь аниме, например? Почему то, как женщины рисуют японцы, то, как они, не стесняясь, выпячивают все вот эти прелести на всеобщее обозрение, почему это апеллирует не только к мужчинам, кстати говоря, но и к женщинам, которые все больше и больше косплоют персонажей азиатского происхождения, если вы понимаете о чем я, и в принципе пытаются больше походить именно на них, а не на тот образ женщины, который пропагандирует современный Голливуд. Ответ очень простой, потому что мы люди, и мы, как биологический вид, любим, когда наш партнер или наш объект вожделения, ну или просто противоположный пол, или ваш собственный пол, тут уж кому что, выглядит горячо. Нам нравятся эстетически приятные для глаза и для мозга вещи. Все находят эстетику и вот эту вот приятность в разных вещах. Кому-то нравятся женщины побольше, могут побольше здесь нравиться, или побольше здесь, или побольше просто в ширину. Предпочтения бывают самые разные. Но так уж сложилось, что по большей части людям нравится вот этот вот общий стандарт. То есть вот так вот, да, вот примерно, чтобы оно шло. Собственно, по тому же самому принципу, большинству женщин нравятся рельефные парни, не слишком широкие, не слишком узкие, у которых есть что-то упругое, за что можно подержаться. Хотя я все больше и больше встречаю тех, кому нравится что-то мягкое, за что можно подержаться. Поэтому тут уж, наверное, кому что в очередной раз. Но я думаю, что по большей части, ну процентов 60 остановится на первом варианте. Это нормально. Мы люди. И нам не нужно стесняться того, что мы предпочитаем, того, чем мы являемся сами по себе. Нужно относиться к этому более открыто. Нужно сказать, что это нормально, и просто перестать заморачиваться, на мой взгляд. И вот по этой именно причине, мне кажется, что люди недовольны. Дело не в новом образе. Новый образ сам по себе достаточно нейтральный. Он может выглядеть мило в движении, и мы еще этого точно не знаем. По большей части, мне кажется, людям пофигу на то, что новая Лола выглядит вот так. Проблема заключается в другом. Она заключается в намерении. Она заключается в том, что эта перемена собой символизирует. Она не символизирует ничего хорошего, особенно после недавних событий с Джиной Карана. В Голливуде сложно будет найти настолько сильную, независимую и в то же время красивую женщину, как Джина Карана. Дисней выкинул ее на мороз, несмотря на то, что она была невероятно популярна в Мандалорце, и все двери перед ней, казалось бы, были открыты. Но, тем не менее, Кэтлин Кеннеди и весь Дисней долго искали какой-нибудь повод, чтобы от нее избавиться. Вопрос почему? Разве это не тот образ, который они хотят видеть? Ведь они хотят видеть сильных, независимых женщин. Но почему тогда им не нравятся сильные, независимые и красивые женщины? Это вопрос на миллион, на который мы ответа до сих пор не знаем. Но, очевидно, одно. Они продолжают пихать мысль о том, что одно с другим не должно быть совместимо. Малкольм Ди Ли, режиссер нового фильма, я о нем, честно скажу, никогда раньше не слышал. Вроде он то ли какой-то там сериал снимал, то ли еще чего. Им буквально пришлось запихнуть туда продюсера Черной Пантеры для того, чтобы хоть с кем-то известным эту штуку соассоциировать. Опять же, ничего против него не имею. Может быть, он действительно какой-то новый свежий взгляд на эту тему предоставит. Пожалуйста. Но пока что у меня ожидания не лучшие. Потому что вот, что он говорит в эксклюзиве для Entertainment Weekly. Новая Лола. Посмотрев оригинальный Space Jam в 2019 году в первый раз, Ли немножко не понял, почему оригинальный дизайн кролика Лолы был настолько сексуализирован. Далее цитата. Слушайте очень внимательно. На дворе 2021 год. Очень важно в современном фильме отразить аутентичность силы и независимости этого женского персонажа. Именно так редизайн знаменитого персонажа, второго лучшего баскетболиста в команде, объяснил режиссер фильма. Это была прямая цитата, которую я перевел максимально дословно. Он не стесняется выражать свое намерение. Мотивация это даже не предмет спора. Они буквально прямым текстом говорят, причем не только режиссер, но и продюсеры, которые с этим тезисом согласны, и студия, которая позволила им говорить это вслух. Они буквально прямым текстом нам сейчас поясняют, что для того, чтобы женский персонаж был сильным и независимым, ему нельзя быть сексуальным. Ему нельзя быть горячим. Я вот лично сам не женщина, но учитывая то, насколько активно буквально все женщины в моей ленте сейчас и последние несколько лет на моей памяти пытаются как раз таки не стыдиться своих достоинств, пытаются выпячивать их максимально и таким образом чувствовать себя более свободно. В конце концов, пытаясь как-то вот продвигать эту планочку, про которую я говорил, что неплохо бы нам уже перестать стыдиться вещей, которые не только естественны, но и прекрасны. Мне почему-то кажется, что они этому тезису должны оскорбиться. Мне бы вот лично на их месте было обидно. Новая Лола будет сильной, а не горячей, говорит режиссер. Ее переработали для новой эры, для современной эры, для эры, которую Голливуд всеми силами пытается нам навязать, которую он по какой-то непонятной мне причине хочет видеть, идя вперед. Я правда не понимаю, почему они до сих пор по какой-то неведомой причине считают, что гласное меньшинство недовольных социально справедливых воинов в Твиттере действительно хотят, на полном серьезе хотят и более того будут спонсировать эту новую современную эру. Хотя опыт показывает раз за разом, что после того, как они добиваются своего, они в итоге даже на сеансы не приходят. Аутентичность сильных, независимых женских персонажей. Аутентичность, как слово, подразумевает, что это что-то правдивое, настоящее. Это что-то, что актуально в реальности, и как бы в фильме это отражается вот как в реальности. Это те слова, которые он сам использовал. И, соответственно, я могу толковать их только единственно возможным образом. По словам режиссера и по словам, я так понимаю, всей остальной команды, если женский персонаж сильный и независимый, если женщина сама по себе сильная и независимая, то ей при этом нужно быть как минимум неприметной, а как максимум страшной. Одно с другим почему-то не сочетается, что не просто не соответствует действительности, но еще и, сука, оскорбительное. Почему одно не может сочетаться с другим? Кто-нибудь может дать мне уважительную причину? Я вам могу привести контр-аргумент. Например, Джина Карана, вот из самого недавнего и самого актуального. Никто, я надеюсь, не будет спорить с тем, что Джина Карана по-настоящему сильная и независимая женщина. Она плюнула в рожу Диснею, когда он попытался заткнуть ее рот, и ничего не боится до сих пор. Я не думаю, что кто-то будет спорить с тем, что она как минимум привлекательная. Может быть не для всех, кто-то любит женщин чуть-чуть поуже в ширину, я понимаю, правда. Но все-таки, мне кажется, она достаточно миловидная, я вот, например, ее привлекательной нахожу. И думаю, что многие со мной согласятся. Почему нельзя совмещать одно с другим? Это вполне себе работает. Что именно мешало им использовать банальную и простую отмазу «наши художники так видят». Потому что нашим художникам больше понравился такой дизайн. Режиссер посмотрел и сказал, да, прикольно, давайте возьмем его. Вот просто понравился он ему и все. Я художник, я так вижу, это достаточно универсальная и удобная защита, против которой сложно будет попереть. Да, конечно, про повесточку будут говорить и в этом случае тоже, потому что она очевидно там есть. Но как минимум детракторов будет меньше, как минимум вы все еще сможете сохранить вот эту свою художественную целостность и не особо сильно париться об ответочке. Но нет, вам нужно было начать биться головой в стену, вам нужно было начать загонять про повесточку. Это слово, которое у меня в голове уже иронично начинает звучать от того, как часто его произносят. Но каждый божий день я вижу подтверждение того, что это на самом деле существует. И они даже уже не стесняются продвигать эту срань. Какую именно мораль должны вынести из этого тезиса и маленькие женщины, и среднего возраста женщины, и чуть более выше среднего возраста женщины, которые заканчивают свое формирование и все еще не могут отделаться в большинстве своем от огромного количества комплексов. На мужчин, кстати говоря, это тоже распространяется. Мы просто привыкли их в себе держать и не особо говорить о них вслух. Что это должно им сказать? То, что вы должны стыдиться своей красоты, если она у вас есть. Если вы красивая, то это значит, что вы не можете быть сильными и независимыми. Потому что сильными и независимыми, имеющими какое-то чувство собственного достоинства женщинами, могут быть только без груды и в идеале еще и стрёмные. Ну, это же неправда. Это просто не так. Как бы парадоксально не звучало, но грудь в данном примере, это даже не фактор. Это просто повод. Это повод для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что мы и так все думаем. Огромное количество девушек есть невероятно красивых, привлекательных, у которых грудь нулевого там размера или первого. И особо сильно не выделяется, что им даже спортивных лифчиков не нужно носить. Они существуют, их реально много. И более того, новый дизайн Лола, как я уже сказал, выглядит, на мой взгляд, достаточно симпатично. Но нет, им нужно было пойти по этому пути. Они должны были сказать фразу. Они должны были, сука, почему они не могут просто держать свой язык за зубами, я не понимаю. Мне не нравится, в каком направлении катится Голливуд с этой темой, потому что, каким бы юмором мы его не воспринимали, Голливуд это все еще гигантская машина пропаганды. Мне не хочется, чтобы маленькие любого там другого возраста женщины воспринимали эту тему всерьез. Мне не хочется, чтобы они читали подобные заявления. И, скорее всего, если они просто посмотрят фильм, они таких выводов не сделают. Я очень сильно надеюсь, что никто не будет им такие выводы навязывать. Да, блин, мне не обязательно Джину Корана вспоминать, Галлигадот какая-нибудь. Кто будет спорить с тем, что Галлигадот вполне себе сильно независимо выглядит и при этом еще и дико привлекательно. Есть куча хороших ролевых моделей, от которых Голливуд почему-то пытается избавляться, когда они начинают говорить неправильные вещи. Я еще не замечал, чтобы Галлигадот заставляли посыпать голову пеплом за то, что она привлекательно выглядит. И хорошо, если так, хорошо, если мы до этой стадии не дойдем. Но черт его знает, с каждым годом становится только хуже. Я обращаюсь сейчас ко всем молодым родителям, которые могут это видео смотреть. Не только к мамам, кстати, но и к папам. Это относится ко всем буквально, потому что вы в равной степени на развитие ребенка влияете. Ни в коем случае не позволяйте своему ребенку стыдиться собственного тела. Наоборот, нужно прививать его мысль о том, что это нормально. Это не значит, что теперь нужно в публичных местах раздеваться, да, давайте как бы будем оставаться людьми на золотой середине. Но вы понимаете, к чему я веду. Не нужно думать, что если у тебя большая грудь, то ты автоматически должна быть игрушкой для пацанов. Ну, это, естественно, не так. Ты все еще можешь быть и сильный, и независимый, и самостоятельный, там, сильный духом, а не только телом. Ты можешь быть кем угодно. Но при этом у тебя есть еще и вот такой вот бонус. Хей, если на тебя будут смотреть вожделением и находить тебя привлекательной, то это ж только круче. Кто не любит, когда его эго немножко тешит таким образом? Я тоже люблю. Да все любят, я имею в виду. Ну, камон, почему люди ходят в зал? Только для того, чтобы быть здоровыми? Ну, нет, я думаю, еще и для того, чтобы быть эстетически привлекательными прежде всего для себя и во вторую, ну, или там в полуторную очередь для окружающих. Потому что самооценка, она так или иначе формируется из-за оценки окружающего общества. Я не хочу, чтобы оценка окружающего общества сводилась к вот этому, к тому, что сильная независимость никак не совместима с горячестью. Это неправильно, так быть не должно. Не слушайте Голливуд, там сидят дебилы. Слушайте лучше культаса, который вам хорошие вещи говорит. Подписывайтесь на его канал прямо сейчас, кнопочку нажимайте, подписки с колокольчиком и лайки с комментариями оставляйте. Для того, чтобы видео алгоритм продвигать. И на мой основной канал подписывайтесь, я там буду скоро про Раю и последнего дракона говорить. Постараюсь сделать видео очень хорошим. Спасибо вам за то, что вы тратите на меня время, мои дорогие блюдочки. Идите сюда. Субтитры сделал DimaTorzok